Большой тренифир на телеканале Санкт-Петербург в самом разгаре. Марина Виколохонская, Николай Растворцев, вашей компании в таком многонациональном, многоконфессиональном городе, как Санкт-Петербург, принято не раз отмечать и Новый год, и Рождество. Так уже в эту субботу в БКЗ Октябрьский пройдет рождественский концерт. Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов исполнит любимую классику советской и зарубежной эстрады. Этим утром, Григорий, уже в нашей студии, и мы рады приветствовать вас. Доброе утро. Наша встреча посвящена в том числе и предстоящему концерту. Все-таки 24 декабря – это канун католического Рождества. Как эта тема будет отображена в программе «Классика зарубежной эстрады»? Про концерт у меня уже сердце забилось уже быстрее. Этот концерт, как и некоторые предыдущие, которые мы организовывали тоже в канун Нового года, мы постараемся, конечно, наполнить такой светлой, доброй, позитивной музыкой. Времена у нас для всех сейчас такие непростые и напряженные, поэтому нам надо поддерживать друг друга. А как не музыкой, допустим, это делать мне? Что прозвучит? С нами, во-первых, с нами будет большой симфонический оркестр. Ленинградской области, Таврический. Совершенно верно. Значит, у нас будут и классические произведения, и эстрадные, и народные песни будут, и будут гости из Москвы, из петербургских театров, москомедии. В общем, насыщенный будет вечер, я это могу точно обещать, никто не останется равнодушным. А когда вы создаете программу, вы как-то на свой вкус ориентируетесь, то есть какие-то ваши любимые советские эстрадные, вы спорите с кем-то, вы как-то, не знаю, какой-то опрос проводите, что люди хотят слушать? Абсолютно. От начального списка, который мы приблизительно ожидаем увидеть песен в концерте, до того, который доходит в финале, многое что меняется. Это, конечно, решение... Я любитель более лирической музыки, романтики, но такие концерты должны быть наполнены все равно больше позитивом, ритмичными песнями. Ну, в общем, это все будет как-то, знаете, чередоваться друг с другом, и я надеюсь, мы оправдаем ожидания зрителей, кто придет к нам. Мы сейчас все готовимся к Новому году. Как принято было вашей семье встречать этот праздник? Есть ли какие-то свои традиции? Да, мы, конечно же, наряжали елку, может быть, даже за месяц до прихода Нового года. Ну, я помню, как... Лично не помню, но вот эти фотографии сохранились, где я там совершенно маленький в костюме зайчика вокруг елки, бегаю от отца, который в сером волке большой, бабушка участвует. Это всегда теплые вечера, вообще теплые дни. Семейные, с хорошими воспоминаниями. И, наверное, я желаю, чтобы все в этом Новом году почувствовали себя защищенными, счастливыми и довольными. И встречали этот светлый праздник в кругу семьи. А, кстати, вот слово о судьбе артиста. Вы тот артист, который соглашается на выступление в новогоднюю ночь под призывом, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И, соответственно, с надеждой на будущее работы. Или, наоборот, отказываетесь, чтобы все-таки этот самый семейный праздник провести в кругу семьи? Как правило, я не работаю в Новый год. Но были случаи, когда приходилось, конечно. Но, честно сказать, это больше детский праздник, как ни крути. И с возрастом, наверное, эти грани как-то теряются. Вот этого приподнятого настроения, потому что у нас уже появилась куча забот и обязанностей, в отличие от детей. Но волшебства же хочется все равно. Волшебство теперь создаем мы сами. Да, в том числе и музыкой. Какие самые волшебные новогодние мелодии вы можете перечислить? Ваши самые любимые. Ну, это, наверное, незыблемая, хоть и зарубежная, но классика в исполнении Дина Мартина или Фрэнка Сенатора. Вот «Let it snow», «Jingle bells». Но это относится, конечно, к католическому Рождеству. А у нас, наверное, все-таки разговор со счастьем. Счастье вдруг в тишине. А вот так не скажешь, на вскидку. Достаточно много песен. Здесь «Потолок ледяной», «Верь скрипучая». Но вот это вот песни, которые всегда мы хотим, наверное, слышать в канун Нового года. И всегда приятно слушать, действительно. И слова, и мелодии. Даже те, кто не умеет профессионально петь, все равно подпевает, все равно создается настроение. Что вы исполните нам сегодня этим утром? Вы знаете, эти годы насыщены юбилеями всевозможными. И буквально в прошлом году был юбилей Арноба Баджаняна. В этом году мы отметили юбилей Роберта Рождественского, Муслима Магомаева. И, наверное, я бы спел песню, которую давненько я не исполнял. Это вот песня этого замечательного такого союза. Называется «Благодарю тебя». Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя за песенность города Благодарю тебя, что всем было холодно, за шепот и за крик, за вечности, за мир, за отгоревшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешь сон. Благодарю тебя, что со мной была, еще за то, что не забудешь сон. За шепот и за крик, за вечности, за век, за отгоревшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя, за все тебя благодарю. Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов в большом утреннем эфире на телеканале Санкт-Петербург создает новогоднее настроение, добавляет всем нам радости и позитива, немножечко такой грустной лирики, но все равно настроение потрясающее. Субтитры создавал DimaTorzok